Медиагруппа «Авангард» представляет Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! Вопрос информационной безопасности, операционной надежности является одним из приоритетов деятельности Центрального банка. Осенью прошлого года Совет директоров Банка России определил стратегические направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на трехлетний период. Данный документ развесен на сайте Банка России, вы можете с ним ознакомиться, я очень рекомендую это сделать. Я в своем выступлении хотел бы кратко остановиться на основных моментах и ходе реализации этого плана. В кредитно-финансовой сфере к числу неблагоприятных последствий риска кибератак в первую очередь мы относим к финансовой потере клиентов и финансовых организаций, нарушении операционной надежности и непрерывности предоставления финансовых услуг и, как следствие, рост социальной напряженности, а также развитие системного кризиса в случае кибератак на значимые для рынка структуры, развитие информационной среды объективно приводит к появлению и внедрению новых цифровых технологий. Поэтому в первую очередь Банк России устанавливает требования информационной безопасности в отношении инфраструктурных проектов, основанных на использовании цифровых технологий. Среди них платформа удаленной идентификации, единая биометрическая система, система быстрых платежей, система марк-плейс. Одновременно Банк России работает над новыми подходами к информационной безопасности и киберустойчивости финансовой экосистемы в условиях использования технологий распределенного реестра, развития удаленного доступа к финансовым услугам, применения новых технологий, бигдейта, искусственный интеллект, интернета, вещей как элемент платежного пространства. Действия мероприятий, предусмотренных стратегий, распространяются на кредитные организации при осуществлении банковской деятельности, некредитные финансовые организации, которые ведут деятельность в сфере финансовых рынков, субъектов национальной платежной системы при переводах денежных средств, а также на инновационные финансовые технологии. В качестве принципов информационной безопасности и киберустойчивости организации кредитно-финансовой сферы мы определили реализацию мероприятий на трех технологических уровнях. Первое – инфраструктура, прикладного программного обеспечения, технологии обработки данных. И второе – это протоколирование действий и операций, также транзакций. Практическую реализацию стратегии Банк России начал с разработки нормативной базы. Отправной точкой для нас стало принятие 167-го федерального закона в части внесения изменений в законодательство о противодействии и хищении денежных средств, который значительно расширил полномочия мегарегулятора. Созданная сегодня правовая основа информационной безопасности российской кредитно-финансовой сферы включает механизм противодействия операциям без согласия клиента, организацию обязательного обмена информацией об инцидентах, случаях и попытках операции без согласия клиента между Банком России и поднадзорными организациями, а также формирование и введение базы данных в случаях и попытках хищения, обеспечения реализации кредитными и некредитными организациями уровня защиты информации, который способствует потенциальным угрозам безопасности с учетом пропорционального метода регулирования. Основные документы приведены на слайде и хорошо известны участникам финансового рынка. Уверен, что обсуждение на площадках форума уже установленных и еще разрабатываемых требований к участникам финансового рынка будет способствовать повышению прозрачности, предсказуемости действия регулятора и в целом совершенствованию информационной безопасности в отрасли. Целью нашей деятельности является обеспечение доверия клиентов кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, в первую очередь к финансовой системе страны и защите от потерь. Целевой показатель здесь, он, я думаю, всем нам хорошо известен, это доля несанкционированных переводов денежных средств с использованием платежных карт не должен превышать 0,005% или 0,05 копеек на 1 тысячу рублей переводов. Именно такой лимит допустимого удельного веса несанкционированных переводов денежных средств установлен Европейской службой банковского надзора. 5 евроцентов на 1000 евро переводов. Неотъемливой частью механизма обеспечения киберустойчивости является информационный обмен. 5 лет назад в Банке России был создан Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Финцерт Банка России. В число основных функций Финцерта относятся автоматизированный сбор информации обо всех инцидентах поднадзорных субъектов, проведение ее технического анализа и экспертной оценки, оперативное распространение информации об инцидентах и правил реагирования на них. Законодательство, установленное требование об обязательности информационного обмена в части несанкционированных переводов, потребовало от Банка России создание автоматизированной системы обработки инцидентов – АСО и Финцерт. Данная система функционирует в Банке России с 2018 года. В первую очередь она позволяет обмениваться информацией об актуальных угрозах и инцидентах данными о совершении перевода денежных средств без согласия в клиенты, включая покушение на такие переводы, сообщать в Банк России о планируемых мероприятиях по публичному раскрытию информации об инцидентах. В настоящее время у нас 826 участников обмена. К системе подключены все Банки Российской Федерации и более 170 значимых некредитных финансовых организаций. Проводится подключение иных организаций, вендоров, защитных решений, разработчиков банковского программного обеспечения, операторов связи провайдеров, хостинга и других. По данным Финцерт, в 2019 году показатель доли объема операций без согласия клиентов в общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, составил 2,3 копейки на 1 тысячу рублей переводов. Это несколько выше, чем в предыдущие годы, как можно видеть на слайде. В 2018 году доля несанкционированных переводов составила 1,8 копейки на тысячу рублей перевода, в 2017 году 1,6 копейки на тысячу рублей. Рост показателя мы связываем в первую очередь с увеличением числа участников обмена и повышением качества информации, передаваемой ими в Банк России. Подробная информация об операциях без согласия клиентов за 2019 год будет вам представлена в ходе мероприятий форума. Далее. Мы считаем, что основой эффективной деятельности в сфере обеспечения информационной безопасности является применение подхода, основанного на оценке киберриска или, другими словами, риск-ориентированный подход. Банк России планирует формировать профиль риска, а также определять операционную надежность и киберустойчивость каждой поднадзорной организации на основе данных, которые мы получаем в ходе анализа поступаемой отчетности, сообщений участников информационного обмена об инцидентах, а также проверок соблюдения требований по информационной безопасности. В 2019 году мы провели порядка 170 таких проверок как в кредитных организациях, так и в некредитных финансовых организациях. Подробные результаты проверок мы впервые обсудим завтра на отдельной сессии. Я хочу сказать, что Банк России будет продолжать свою надзорную деятельность, потому что ее, скажем, результаты вызывают определенные вопросы у регулятора и не во всех кредитных организациях еще созданы достаточным образом защищенные профили, которые позволяют не нести в будущем как операционные, так и репутационные риски. В свою очередь, для оценки киберриска на уровне организации необходимо проведение анализа уязвимости информационной безопасности объектов информационной инфраструктуры, а также оценку их возможности противостоять кибератакам. Анализ уязвимостей позволяет понять и зафиксировать уязвимости или слабые места каждой организации, которые могут привести к реализации неблагоприятных последствий кибератак, определить оптимальный мир реагирования на тот или иной тип инцидента и на основе них провести пересчет риск профиля организации, расширить состав передаваемой в финцерт информации об инцидентах и атаках. На основе полученных данных по инцидентам и актуализированных риск профилей Банк России будет формировать сценарий проведения киберучений. Организацией и проведением киберучений будет заниматься Департамент информационной безопасности Банка России в рамках надзорных мероприятий. В рамках управления киберрисками задачами каждой финансовой организации в первую очередь будут являться обеспечение соответствия фактических потерь в результате инцидентов защиты информации допустимым потерям, формирование финансового резерва на покрытие потенциальных финансовых потерь либо страхование такого риска, своевременное восстановление непрерывности технологических и бизнес-процессов и в целом защита интересов клиентов и соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области защиты информации. Анализ, проведенный Банком России, показывает, что в 2019 году значительная часть хищений со счетов физических и юридических лиц была совершена с использованием приемов социальной инженерии, введением в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверия. Мы можем сколь угодно устранять пробелы в периметрах защиты кредитных организаций до тех пор, пока люди сами будут сообщать мошенникам свои кодовые слова, иные платежные данные хищения будут продолжаться. Единственным способом борьбы с социальной инженерией мы считаем информационные кампании при содействии федеральных и региональных СМИ, а также социальных медиа. Главное – предупредить наших граждан о схемах обмена, телефонном мошенничестве, а также дать рекомендации по противодействию им. Сегодня все территориальные подразделения Банка России проводят публичные мероприятия по безопасному использованию платежных инструментов и банковских услуг для разных целевых аудиторий. Пользуясь случаем, я хотел бы попросить всех присутствующих принимать посильное участие в профилактике киберпреступлений. Кроме работы по киберграмотности, Банк России видит необходимость и в законодательных изменениях. В настоящее время в Государственной Думе готовится ко второму чтению два, на наш гляд, важнейших законопроекта, которые существенно усложнят жизнь злоумышленникам. Первый – это законопроект о блокировке в интернете фишинговых ресурсов и ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение. Конечно, это не панацея от всех бед, но это не даст возможность злоумышленникам заманивать в свои сети простых граждан. Это очень важный законопроект, я еще раз на нем хотел бы остановиться. Мы принимаем все усилия для того, чтобы он скорейшим образом был принят. Второй – это закон об информационном обмене банков с операторами связи. Такой информационный обмен не даст развиваться такими способами мошенничества, как замена без ведомого самого пользователя телефонного номера и его сим-карты. Мы понимаем, что постепенно номер телефона пользователя финансовых услуг становится его полноценным идентификатором, особенно часто используемым в динамично развивающемся финтехнаправлении. Поэтому важно обеспечить превентивную защиту, а не ждать, когда проблема будет нарастать и только потом на нее реагировать. Мы уверены, что оба законопроекта будут приняты, по моим расчетам, в течение весенней сессии. Отдельно хотел бы остановиться на проблеме утечки данных. Всем понятны громкие сообщения в прессе о продаже утечки баз данных, содержащих персональные данные граждан. К сожалению, такие утечки случались и из финансовых организаций. Безусловно, без реакции такое оставить нельзя. Обязанность любой финансовой организации защищать свои активы, а самым главным активом являются данные ее клиентов. Поэтому Банк России в ходе своей инспекционной деятельности будет обращать самое серьезное внимание на вопросах контроля информационных потоков в финансовых организациях, обеспечения безопасности данных. Вместе с тем, только надзорными методами проблему решить невозможно. Мы полагаем, что создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах, можно только совместными усилиями Банка России, Минсконсвязи, Роскомнадзора. Необходимо упростить работу с правоохранительным органом по противодействию тем субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные. Соответствующие инициативы мы сейчас готовим и в ближайшее время направим в адрес наших коллег в Минсвязи и в Роскомнадзор. Я думаю, назрел уже вопрос изменения в законодательство, которое регулирует вопросы сохранности и использования персональных данных. И на сегодняшний день это, наверное, третье такое глобальное законодательное направление, которое мы должны решить. Несколько слов о международном взаимодействии. Глобальные угрозы в сфере кибербезопасности носят трансграничный характер. Меняются устоявшиеся бизнес-модели и рождают новые вызовы для международных экономических отношений. Все это требует от государств совместных усилий. Мы считаем, что основными задачами здесь являются обмен информацией о киберугрозах, содействие внедрению единых стандартизированных подходов в области обеспечения кибербезопасности, обмен опытом по регулированию и внедрению финансовых технологий. В этой связи Банк России и впредь будет углублять и расширять международное взаимодействие. Уважаемые коллеги, информационная безопасность – это та сфера, где успеха можно достигнуть только совместными усилиями регулятора, экспертного сообщества, ну и, безусловно, участников рынка. Одним из таких направлений является подготовка кадров. Здесь Банк России видит свою роль в качестве связующего звена между высшими учебными заведениями и организациями кредитно-финансовой сферы. Наша задача – создать условия для подготовки специалистов в области информационной безопасности, которые действительно рынку нужны. Как видите, планов у Банка России много, и в заключение своего выступления я хочу поблагодарить организаторов и всех участников Уральского форума за предпринимаемые усилия, за тот конструктивный диалог, который у нас с вами складывается на протяжении последних лет. Надеюсь, что в ходе предстоящих дискуссий будут определены оптимальные решения, направленные на развитие индустрии информационной безопасности и ее регулирования. Успехов вам! Спасибо за внимание! Субтитры подогнал «Симон»!